В интернете он так и делается. И это как бы была абсолютно продуманная акция, потому что в этой гостиной, ну, исторически никогда не было вообще много гостей. Хотя, как бы, мы всегда были рады и гораздо большему количеству, но изначально здесь бывало, ну, человек 10 максимум, даже и 15 никогда не было. Изначально исторически. Поэтому вот возникла такая идея, что мы это снимаем, причем попытки, не попытки, а вернее даже очень успешные, я бы сказал, акции производил, например, присутствует сейчас здесь и ведущий запись Сергей Ореханов, поэт, писатель, журналист, блогер, известный во всем мире. Многие акции его уже давно были записаны и размещены в интернете. А последние вот эти 10 концертов мы профессионально записываем и на видео, и на аудио, потом они вместе монтируются и тоже, значит, размещаются в интернете. Все это можно посмотреть уже. Ну, и на дисках тоже это все будет. Это, как бы, вот такое, такая небольшая плюде к вопросу о том, что нас здесь, слава богу, немного. Я уже пятый концерт с удовольствием таким образом начинаю. Вот Алексей Сусоев здесь присутствующим скажет, что на концерте, который он организовал некоторое время назад, было еще меньше народа и очень было качественно все там едино, на высшем уровне. Я не оправдываюсь, наоборот, я говорю, что может быть даже тут слишком много сегодня людей. Но поскольку мы уже здесь все собрались, а у нас сегодня, ну, я сказал бы, здесь, вот дома у нас, произошли некоторые негативные события, о которых я хочу вас проинформировать. Дело в том, что буквально на днях мы получили информацию, что вот эти все исторические помещения, то есть вся усадьба Георгинационной Палаты Украинцева, они были проданы. Значит, этот вопрос мы начали изучать, и оказалось, что да, причем проданы они уже в прошлом году. Мне представили документ, что 12, 28 декабря 2011 года это все было приобретено в некий митиум ООО. Я сейчас на память не помню название его, но вот такой вот факт. То, что сейчас началась эта кампания, как бы это непонятно. Почему? Может быть, потому что они уже поняли, что им сложно заняться реставрацией такого комплекса, и кому-то еще это перепродали. Но, тем не менее, это факт. Продажа любого памятника значения федерального памятника культуры, ну, по закону, вообще довольно сложная вещь. И я неоднократно пытался от фонда Георгинсона этим вопросом позаниматься. Это все не получалось, именно благодаря ссылкам Министерства Росимущества на то, что существует закон, по которому вот это нельзя делать по-разному оговорку. Тем не менее, это казалось, что уже давно было сделано. Какие будут результаты, мы пока не знаем. Вопрос только пока что в стане нашего изучения. Может быть, даже это и хорошо, по большому счету. Другая-то такая очень хорошая российская серьезная компания это приобрела, и она собирается, значит, помочь, даже и нам. Но посмотрим. Поскольку с другой стороны, если так логически рассуждать, то мы на первом месте на выселении. Потому что все остальные населяющие все это пространство, которое 5000 квадратных метров составляет, это все люди, которые платят аренду, а мы не платим. То на первом месте на выселении стоим как раз мы, которые ни за что не платят, уже здесь 12 лет находятся. 14. 14. Ну, время бежитное. Тем не менее, пока что мы еще здесь, и все в рамках программы. Я очень рад, что нас здесь посетил сегодня прекрасный коллектив из Нижнего Новгорода, который уже доказал право на свое артистическое существование в разных акциях. Я их приветствую и предлагаю, чтобы руководитель этого коллектива, композитор Марк Бушников, представил своих коллег и вел на высшую программу. Большое спасибо Борису Петровичу за интересные вступительные слова, а также за то, что нашему ансамблю есть такая возможность выступить в этой замечательной лютой гостиной. Здесь очень интересная акустика, которую мы сегодня обнаружили в большой репетиции. Сегодняшний концерт состоит из сочинений российских, одного украинского композитора и американского композитора. Все сочинения прозвучат впервые в Москве. Моя пьеса прозвучит первый раз вообще. Я думаю, что у всех есть программка. Я не буду объявлять каждое сочинение по отдельности, просто можно будет следить согласно тому, что здесь напечатанный порядок, здесь именно такой же. Все сочинения в какой-то степени близки друг к другу, но в то же время мне кажется, что как раз, когда выстраивается программа из в чем-то похожей драматургической направленности, музыкальной, в такой момент легче понять контрастную составляющую самых разных произведений. Я надеюсь, что сегодня мы как раз эти контрасты сумеем ощутить. Ну, а начинает наш концерт сочинение московского композитора Марины Плюхиной, который называется «Мой дорогой Удокаль, давай прыгнем в лесную ягоду». Я приглашаю исполнителей на сцену. Это Мария Степсура, Анастасия Лин, Анастасия Литвовна.